Хочешь выиграть новый танк? Не донись, торопись, крутанируй ветку, чтобы пополнить свой ангар новой техникой. Выполни 5 простых заданий, получай бонусы и участвуй в бесплатном розыгрыше. Заходи и играй на watshop.net Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о новой ПТ-САУ под названием Rain Metal Scorpion. Эта ПТ-шка пока что не продается, она доступна только вододелам. Которые сделали на нее разнообразные обзоры. Но, в общем-то, она будет продаваться 19 августа. Это уже подтвержденная информация, я спрашивал у разработчика. И будет она продаваться ограниченное количество времени, но не в ограниченном количестве. То есть можно сколько угодно их купить. И мне кажется спрос на эту ПТ-САУ будет огромный. Правда, сейчас лето, не так уж много игроков играет. Если бы она продавалась там, не знаю, где-нибудь там в декабре, то, я думаю, продажи были очень хорошие. Эта ПТ-САУ. Ну, потому что она меня шокировала своими характеристиками. Да и многих, я думаю, игроков тоже, скажем так, удивила очень сильно. И на то есть свои причины. Действительно, ПТ-САУ неординарная. И я, честно говоря, никогда бы в жизни не предположил бы, что такое вообще может выйти в нашей игре, в премиум танках. Потому что такого еще действительно не было. Как-то давным-давно я играл на Ягдпантере 2. И меня эта ПТ-САУ вообще просто нереально радовала. Я был очень сильно, скажем так, ей впечатлен. И мне тогда захотелось, вот была бы Ягдпантера 2, только премиумная. И знаете, что я вам скажу? Вот это вот новое ПТ-САУ по первым впечатлениям, опять же таки... Могу, конечно, где-то ошибаться, все-таки я не так много боев сыграл. И, наверное, потом будет подробный обзор, где я уже поделюсь своими впечатлениями. Но по первым впечатлениям это даже лучше, чем Ягдпантера 2. Представьте себе. И на то есть свои причины. Во-первых, орудие такое же, как у Ягдпантеры 2. То есть Маус Ганн с Альфой 490 на восьмом уровне. Это просто жесть какая-то. Кроме того, имеется хорошее пробитие, конечно. 249 там вроде бы. Хорошее пробитие голдой под калиберы тут замечательные. И, в общем-то, нагиб с этим орудием просто идет по полной, как по массу. Но это еще не все. У этой ПТ-САУ башня полного вращения, то есть нет ограничений. И это крыша, сносящая смесь такого орудия нереального. И таких вот характеристик в виде башни, которая полностью вращается. И к тому же и замечательной скорости. Каково было мое удивление, когда я узнал, что орудие у Скорпиона лучше, чем у Ягдпантеры 2. У которой нету башни и нету нормальных УГН даже. Да, она шустрая. Да, у нее может быть там стабилизация получше. Ну, я так не помню точно, но возможно. Но орудие Скорпиона обладает гораздо лучшей точностью. Там, точность 0.3 против 0.35 у Ягдпантеры. То есть разница значительная. Как же так? Как? 2.1 сведение и 2.3 у Ягдпантеры 2. Опять же лучше, при этом значительно. И у нас есть еще башня. Стоит ли говорить, какие преимущества дает башня в игре? Да просто гигантские для ПТ-САУ. Можно выехать из угла, выстрелить. Можно, там, не знаю, как поддержка играть, там, с тяжиками ехать, стрелять из-за их спины и так далее. Можно отлично выстреливать врагов, которые вдалеке находятся. То есть гораздо проще упреждения брать, там, доворачивать и так далее. В общем, преимуществ огромное количество. И орудия лучше, чем у Ягдпантеры 2. Я вам серьезно говорю. Да, стабилизация так себе. То есть, если вы будете ехать на огромной скорости, а это ПТ-САУ, кстати, очень шустрое, и вы резко остановитесь, то тогда, конечно, прицел будет огромным и вам будет сложно попасть по врагу. Но если аккуратно высовываться, там, медленно выезжать, то тогда точность будет нормальная. Ну, если вы стоите на месте, то, соответственно, прицел будет очень таким маленьким. Круг там сведения вообще какой-то прям минимальный и легко будет попасть по врагу. Но что же есть еще плохого в этом орудии? Ну, наверное, только ДПМ чуть похуже, чем у Ягдпантеры. Но помните, что ДПМ это не только вот эти вот цифры, которые написаны в ТТХ, типа, скорострельность, амурон в минуту и так далее. ДПМ это все-таки еще возможность быстро там остановиться, выстрелить. ДПМ это, например, возможность порой выстрелить по врагу, который где-то вдалеке едет, правильно взять упреждение по нему. Ну, то есть, на Ягдпантере 2 из-за плохих УГН сделать это порой очень долго по времени и сложно. Тут же все делается гораздо быстрее за счет точности и быстрого сведения за счет башни в первую очередь. Без преувеличения орудие Скорпиона лучшее среди всех премиум танков, да, в принципе, среди обычных танков. Это одно из лучших орудий в игре на восьмом уровне именно. И это очень круто, потому что сейчас открывается отличная возможность для того, чтобы нафармить очень много серебра с помощью этого агрегата. И к тому же еще и понагибать нехило. И у меня как раз не было такого премиум танка в игре, сейчас он появился, на котором можно не только развлечься, но еще и подфармить хорошенько. И лично я очень даже счастлив. Перейдем к мобильности. Эта ПТСА очень быстрая. Я когда увидел орудие, я подумал, ну, что-то медленное, наверное, едет, двигается. Но потом понял, что эта ПТшка еще едет со скоростью 60 км в час, 20 назад. И уделенная мощность почти на 17 лошадиных сил на тонну. Это очень хорошая скорость, очень хороший разгон. И ПТшка действительно быстрая. Единственная проблема в том, что скорость поворота шасси довольно-таки медленная. И башни тоже вертятся медленно. То есть это стоит учитывать, если, например, вы поехали куда-то в атаку и замечаете, что фланг скоро продает противники, и нужно уезжать, то это нужно делать своевременно. Потому что вы можете просто не успеть развернуться, как было на стриме. Я не рассчитал этого. И просто вас убьют в спину. Разворачивается эта ПТСА умедленно. Но едет вперед и назад она очень шустро. И скорость, честно говоря, для премиум танка имбовая. Мне даже кажется, что Скорпион не хуже, чем обычные хорошие прокачиваемые танки. Такие, как, например, Як-Пантера 2, Ваффентрагер Борсик и так далее. В общем, машины, которые нагибают. И это очень отрадно, конечно, потому что таких премиум танков у нас в игре еще не было. Насчет незаметности. Скорпион, конечно, большой танк. Он высокий. По нему легко попасть. И, конечно же, у него нет никакого бронирования. Прочности у него тоже не так много. Хотя, примерно столько же, сколько и у Як-Пантеры 2. Но, в любом случае, если играть неаккуратно, то умирает, конечно, Скорпион очень быстро. Хотя, за счет скорости, в принципе, избежать того, что противник сможет вам нанести урон. Он довольно просто, если правильную тактику выбирать. Обзор тут 360 метров. Ну, по меркам, скажем так, по нерфленного обзора всех ПТ-САУ на восьмом уровне. Это не так уж и плохо, учитывая то, что у нас есть башни. Можно поставить стереотрубу или просветленную оптику. И, в принципе, с хорошим экипажем еще, к тому же, обзор становится весьма довольно-таки годным. Ну что, подведем итог. У Скорпиона очень мощное орудие с большой альфой, с хорошей точностью, с быстрым сведением. Но, правда, подкачала стабилизация. Ну, если бы и она была бы имбовая, то я уж не знаю, как это могло вообще оправдываться чем-то. Кроме того, тут и есть башня, которая упрощает жизнь просто в разы и дает неоспоримое преимущество над многими врагами. Даже, я думаю, этой ПТ-САУ можно попробовать закрутить какую-нибудь другую ПТ-САУ без башни. Также имеется очень хорошая скорость вперед и назад, имеется хорошая динамика, но сама ПТ-САУ, конечно, поворачивается медленно. Башни тоже крутятся медленно. Обзор не самый лучший, но с дополнительным оборудованием и перками он становится приемлемым. Также стоит отметить, что маскировка тут довольно посредственная, но если, опять же, поставить стереотрубу, там, маскировочную сеть и перки на маскировку, то это довольно-таки становится неплохим вариантом для игроков, которые предпочитают засадный стиль боя. Кроме того, у этой ПТ-САУ имеется плохое бронирование и небольшой запас прочности. Поэтому она, в принципе, легко разбирается и пробивается легко фугасами. Но, если грамотно владельца этой ПТ-САУ действует, то уничтожить ее становится не так просто, потому что она все-таки довольно шустрая и у нее есть башня. Так что и в этом компоненте Скорпион не так уж и плох. Мое личное мнение – это имба. То есть, друзья, это настоящая имба. По-другому я не могу никак сказать. Характеристики очень крутые. Это лучший премиум танк, наверное, сейчас будет на данный момент. Ну, кто-то со мной поспорит, но пока что у меня складываются именно такие впечатления. И кажется, что таких ПТ-САУ в рандоме будет очень много. Многие игроки захотят ее приобрести. Но так как она будет продаваться наверняка за большую стоимость, так как сейчас лето и, наверное, только ограниченное количество времени будет продаваться эта ПТ-САУ. Ну, то есть, даже не наверное, а уже точно я узнал. Я считаю, что прямо очень много их не будет. Ну, то есть, их купят много, но не успеют все приобрести. То есть, прямо рандом, мне кажется, не заполонится ими, если их не будут часто продавать. Если на постоянку ведут такую имбу, что она будет вообще продаваться, то тогда ждите по 5-6 машин таких вот в бою. Несмотря на то, что сейчас спрос на премиум танки, мне кажется, не особо такой прям высокий. Но такую имбу многие захотят, учитывая, что у нас в игре вообще обожают подобные машины, типа Валфентрагер Борсик. Ну, конечно, тут немного другое, но все-таки что-то очень похожее. И ПТ-САУ мне очень сильно понравился. Понравилось я на ней буду фармить и вообще играть много. Наверное, покажу еще какие-нибудь бои на ней. Ну так, бои тут обычные, ничего сверхъестественного. Но, блю, тут по полной. Урона набиваю мало. Эта ПТ-САУ может в разы больше. Она может нагибать действительно люто, если хорошо на ней играть. Ну, а так, в принципе, и то с моей игрой результат неплохой. Ну, вот такие вот дела. Вот мое мнение по этой ПТ-САУ. Спасибо, друзья, за просмотр. Пока.